Как скачать свои фото из инстаграма. Друзья, вы на канале Учите Компьютер вместе с нами. Многие годами активно ведут свой инстаграм и нередко получается так, что в телефоне места для всех ваших фото и видео не хватает, зато буквально вся жизнь есть в инстаграм. Давайте посмотрим, как можно скачать весь этот архив на компьютер. Посмотрите, я уже зашел с планшета в свой профиль инстаграм, где у меня собраны последние публикации. Возвращаемся к шапке профиля и в правом верхнем углу нажимаем кнопку меню с изображением трех горизонтальных линий. Далее у нижнего края экрана нажимаем кнопку настройки. В окне настроек нас будет интересовать пункт безопасность. Поздравляю, мы практически достигли цели. Теперь нам нужна третья строка снизу. Это скачивание данных. Итак, инстаграм предлагает отправить ссылку на файл с архивом всех ваших материалов, но для этого вы должны указать электронную почту. Процесс создания архива может длиться до двух суток, в зависимости от вашей активности в сети. Нажимаем кнопку запросить файл. Дальше инстаграм еще раз хочет удостовериться, что это вы. Вводим пароль. Далее. Вот и все. Запрос отправлен, теперь остается только ждать. У меня профиль в инстаграм был небольшой, поэтому минут через 15 ссылка на файл уже пришла на почту. Давайте перейдем по ней и посмотрим, что она из себя представляет. Для удобства работы, все дальнейшие действия я буду выполнять на компьютере. Итак, я перешел во вкладку входящие и посмотрите, вот такое письмо меня здесь ждет. Вас сразу же предупреждают, что ссылка для скачивания архива будет действительно только 4 дня. Это сделано в целях безопасности. Давайте нажмем кнопку скачать информацию. Нас перенаправляют на страницу настроек, где нам нужно будет еще раз перейти по ссылке скачать информацию. И вот наконец процесс загрузки архива пошел. Это может быть долго, давайте его ускорим. Файл загрузился и я перехожу в папку загрузок. Как видите, это zip архив. Я щелкаю по нему два раза левой кнопкой мыши и у меня открывается окно архиватора. В архиве у нас множество папок и файл индекса html. Я выделяю все содержимое и нажимаю кнопку извлечь. Распакуем архив в папку по умолчанию. Пошла распаковка. Теперь окно архиватора можно закрыть. У нас появилась новая папка, заходим в нее. И ищем внизу файл индекс html. Открываем его. А теперь давайте посмотрим, какую информацию о вас хранит Instagram. Оцените глубину слежки. Итак, Instagram хранит личную информацию о вас и местоположении аккаунта. В архивном файле собраны все ваши комментарии к чужим постам, сообщения чата, сохраненные публикации и подборки. Отдельное место занимают ваши рекламные предпочтения. Instagram помнит, какую рекламу вы просматривали, а по какой делали переходы. Он знает характеристики вашего устройства и камеры, а также поисковые запросы о том, какие аккаунты или теги вы разыскивали. Он помнит все ваши лайки, подписки и подписчиков. И, наконец, мы добрались до раздела контент. Здесь собраны все ваши публикации фото, видео и историй. Давайте посмотрим, что собой представляют, например, истории. Как видите, здесь можно посмотреть все истории, которые я делал к последним постам. Возвращаемся назад. А теперь нажмем публикации. Их последовательность мне не совсем понятна. Они идут в разброс. Все видео тоже скачались и их можно посмотреть. Давайте пролистаем ленту немного дальше. Осталось показать вам, где эти фото хранятся физически. Я возвращаюсь к окну проводника со скаченным архивом и перехожу в папку Media. Посты. Посмотрите, все публикации собраны по годам и месяцам. Сначала идет 2017 год, затем 2018 и так далее. Давайте откроем что-то из последнего. За шестой месяц 2021 года я успел выложить только один пост. И вот его фото. Посмотрим, в каком формате хранит его инстаграм. Разрешение 1080 на 1080 пикселей. Это разрешение даже больше того, чем то, что было в оригинальном файле. Вернемся назад и откроем фотографии постов за март. Здесь их уже гораздо больше. Вот таким простым способом вы можете скачать все свои фото из инстаграм и пополнить домашний архив. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...